во всем привет 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 заходим в часик подключаемся ребята залетаем прямой эфир будем сейчас с вами обсуждать что-нибудь придумаем я не готовилась ни к чему короче мои хорошие я соскучилась по вам всем всем привет 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 я сегодня сходила на работу на собеседование меня по ходу труда устраивают этому безмерно счастливы и рады вот потому что мне очень нравится эта атмосфера вообще привет грозный привет грозный привет из питер господи не говорите мне пить и я очень скучаю вот ладно разлеглась а вот собственно чего и я очень соскучилась по атмосфере секс-шопа по веселым историям оттуда вообще по работе то есть когда ты чем-то занят что-то изучаешь новое интересное для тебя и так далее спасибо хорошо выглядели спасибо большое а кем секс-шоп устраиваешь подавцом консультантом вернешься на 2 это вряд ли на самом деле знаете вот я когда вот я сегодня в историю говорила когда пришла на дом 2 даже многие мои друзья такие ну говорили об этом я пришла яркой позитивная любила себя шла на пути была к своим изменениям видоизменим то есть уже тогда начала худеть и так далее потом что опять перемкнула и побрилась вот но тем не менее как бы нормально вот и я была такая на приколе на юморе туда-сюда а потом вышло так что меня опять загасили вот эта атмосфера скандалов склоков и так далее на доме 2 поэтому мне кажется это немного не мое место нам всем будет лучше друг без друга до дамочка так вы спрашиваете вообще за день сколько покупателей заходят секс-шоп вы знаете по-разному там что в центре москвы как бы могут зайти два человека могут на окраине москвы зайти человек 15 то есть не бы непредсказуемо но в среднем где-то за сутки на человек 10 заходит наверное может быть может чуть больше похудела нет на самом деле мне кажется не похудела и не знаю как может эта камера любит на телефоне вот фильтры там еще всякие вот хотя они особо выбирают такие фильтры что прямо ну знаете лицо видо изменялось нужно это бесит ну что в жизни типа я же не такая максимально топлю за то что тип вот ты видишь человек по телефону надо по картинке чтобы ты видел жизни он был точно таким же болот и к чему я все говорила сейчас а потому что я не похудела вот надо начинать худеть сейчас думаю найти где-нибудь диетолога вот именно проконсультировать куда своего питания потому что я на самом деле ребят я очень люблю сладкое не могу от него отказаться и очень люблю ну пригубить так сказать для веселости то вот а ну как бы это тоже нельзя совмещать со спортом и может какие-то аналоги или какие-нибудь упражнения я не знаю просто мне кажется мне нужна помощь и одна я немножечко не справлюсь поэтому сейчас еще диетолога бот и тренера буду в зал начинать ходить привет из крыма привет привет когда у тебя день рождения у меня день рождения 22 февраля я рыба по гороскопу молодец что на работу устроилась ну деньги сами себя в кармане положат так-то надо работать ты спрашивала почему мы смотрим твой блог то очень интересно девушка и классно спасибо вам огромное спасибо мои зайчики с праздником тебя ребята может быть и немного тупой покажешь мне сегодня поздравляли несколько скачать с праздником что сегодня за праздник крещение же уже было я просто не шарю я лошарю блог будет про секс игрушки если хотите я всегда могу рассказать об этом но мне самое нравилось интересно было я начинала его вести до того как пошла на дом 2 вот и на доме 2 я хотела это развивать мне тоже сказали там типа то что ульяну тебе так мужика нет а если ты будешь прописки рассказывать а типа так и не получится не появится то что это отталкивает мужчин что отталкивает что не знаю что я всех из себя пихая не знаю короче мы с дымком не согласна но если вы хотите я всегда с радостью расскажу все на тему вот игрушек чего-то такого о чем почему-то у нас россии мы стыдимся говорить хотя это же нормально ну это обычно не знаю типа знаете когда вот я консультантом работала типа ко мне люди заходят не подружки спрашивали они говорят а мои подруги типа стеснялись покупать у меня какие-то приборы не говорит вот ульян ты наверно будешь думать их просто крайне для диалог вызвала говорю почему ты стесняешься ну что в этом такого я не понимаю просто агит вот вдруг ты подумаешь то что как я буду это использовать или то что я там извращен какая-то или туда-сюда и говорю дорогая моя мне есть жизнь о чем подумать а не то что ты в себя будешь пихать не все равно это твое дело это твое личное ты где-то это закрываешь если ты на видос как бы это пилила бы где-нибудь я на сайте увидела я бы тебя прокомментировала еще дружище а так твое дело твое тело я дружу с тобой потому что хороший человек а не потому что там ты в себе тихаешь не там члена не огурец ну грубо говоря я тоже за это ты классная дымочку привет из беларуси он тоже передает всем привет он немного устал и не знаю чего устала больше я на самом деле ульян на проект собираешься обратно на самом деле нет ребят но меня не зовут поэтому ульяна ты молорик кто такой молорик и прямо ульян ты классно я тебя обожаю спасибо очень много сладких рецептов и сухой позволительно ну вот надо готовить эти вкусные рецептики вот а как же курение бросать не собираешься на самом деле так типа ребят покуриваю я курю не сигареты а майблу поэтому ну вообще тоже по-хорошему надо бы бросить ты секс оу оу май мы с домочком согласны да домочек пирожочек только присоединила здесь сейчас дом 2 дом 2 сейчас не знаю где ребят я вообще не в курсах мне марсиага не рассказывает она говорит я сама не знаю я такая ну я и верю ульяночка где меха дуй работает кем не ходу и работает насколько я знаю на фирме у мамы а мама работает садоводом вот они там что-то я просто не шарю максимально в этой теме простите я некомпетентна в этом вопросе поэтому я короче садовом сада садовничеством она занимается ты сексуально это должна вести такой блок спасибо на самом деле я не знаю ребят я вот еще чуть-чуть расскажу потом отвечать дальше на ваши вопросы я когда работала в секс-шопе мы как сотрудники могли приходить ну бесплатно в тренинг центра сексуального образования в москве на курском на курской станции метро находится в арт-плее вот и я посещала эти курсы там курс на самом деле ну грубо говоря там от глубокого миньета до идеальной любовницы и до доходили там до самооценки методы пути себя типа такие разборы всякие почему мы не любим себя и так далее и вот я ходила на эти курсы когда я понимала то что типа блин я если настолько начинала любить просто за то что я у себя есть и ну и в своем весе когда я немного худела себе еще больше начинала любить но просто это круто как бы ощущать внутреннюю свою женственность энергетику и сексуальность и себя окружать теми людьми позитивные положительные которые тебя поддерживают это мне кажется очень важно вот потому что иначе иначе тебя засаживают ты гасишься считаешься уродом как я в последнее время на доме 2 ну такое крещение господне вышли все за праздник с праздником всех хотим-хотим-хотим точно будет больше подписчиков посоветую сейчас для на что-то сейчас я для вас посоветую не покупать игрушки на алиэкспресс и на вайлберис и всяких таких темах потому что знаете если с ними что-то случится условно какая-нибудь но проблема то есть в течение времени они там перестанут работать а вы за них допустим отдали ну какую-то сумму денег вам не верну деньги вам нет никто не гарантий гарантий короче нет и вы поскорее всего постесняетесь прийти и такие типа в пункт выдачи на вайлберис когда там кто нибудь забирает не знаю там лампу какую-нибудь а вы такие можно анальную пробку вернусь пожалуйста но вряд ли же вы так будете делать вот есть специализированные магазины с гарантией с ценами со скидками определенными вот поэтому советую короче приходите из грамотно с консультантами обговариваете поешь ну что необходимо по запросам так вот мужики боятся сильных женщин а еще они боятся умных к сожалению это так и но я надеюсь что я надо такого мужика который оценит то что я умная интересная и ну достаточно сильная вообще очень слабая девочка очень слабая пакеты надоело уже до дома самой таскать не мужик нужен просто чтоб пакеты хотя бы нанес вот эти ашановские с едой я очень слабая девочка ты в курсе сегодня нас на самом деле были ебаров соленой честно я не слежу за ебаровым аленой и знаете за кем из дом 2 сейчас слежу и слежу за марсиагой все мне остальные не интересно меня ну типа выживите своей жизнью мы можем там попереписываться на истории по отвечать но я никого не смотрю ни за кем не слежу ну серьезно от ебаров которые просто вот ради хайпа нужен хайп это как счастья настя балтер нужен хайп хайп как это так нас не обсуждают как это так подписчики падают надо же что-то такое устой нет чтобы что-то интересное не знаю может какой-то блок вести как яна шофеева там начала одежду шить нет нужно что-нибудь типа чё там и баров ну мне просто мама рассказывала смотрела что-то типа жена у него от него от него ли ребенок и от него ли короче богдану алены то есть он опять выставляет алену какой-то шабол да хотя на меня и марсиагу кричал то что типа не смейте я так называть это же мать моих детей придурочные какие-то ну заняться нечем пусть занимается фигней какой-то где марсиага марсиага на доме 2 если дом 2 закрыли почему некоторые живут на поляне его не закрыли проект откроют проект еще будет существовать ребят просто ну те кто остался те будут новыми участниками ну нового проекта его там ринка ринка я сейчас попыталась быть умной ваших глазах но я не могу выговорить это слово ринка анрации вы поняли короче надеюсь когда там дом 2 уже начинается я не знаю я тебе скажу так твой мужик всегда найдется ты самая лучшая спасибо большое привет из балашихи о балаха в хате дратути блин а такое тебе лицо симпатичное очень нет мне тоже нравится люблю тебя спасибо большое красоток передай привет виктории из витебска будет очень приятно виктория из витебска вам привет большой огромный и очень нежный главное теплый в этот холодный вечер дом 2 не твой проект не для тебя на то очень классно спасибо большое спасибо сережки уля моторики означает что это крутейшая деваха а а малорик это умничительная ласкательная молодец а я я просто ребят я честно впервые об этом слышу я не знал а я не знал а ты сейчас москве квартиру сейчас ребят живу в москве и живу своими родителями в балашихе у них ну своя квартира вот поэтому мне по поводу жилья не было особо волноваться главное родители там ключи замки не сменили пока я на доме 2 было и слава богу вот привет 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 всем она живет на авиаторах да а зарплата нормально в секс-шопе но смотрите продавец как любой продавец вообще в принципе везде в торговле зарплата продавца зависит от продаж вот все если хороший как бы продавец ну грамотный да там консультант потому что секс-шоп знаете на самом деле такой мир то что ты там больше на постоянников работаешь но типа грубо говоря вы вряд ли придете консультанту который вас один раз на бал вряд ли к нему вернетесь вот и поэтому секс-шопами но я лично для я ладно я работала на постоянников поэтому меня зарплата была достаточно большая потому что мне люди возвращались мои консультации нравились мне как-то доверяли поэтому все гуд ну еще просто я простая не ходу и скажет увидишь привет от меня передай скажи на то тебе привет из беларуси есть то что мы с тобой так и общаемся хорошо конечно кастинг прошла уль какой кастинг при это с краснодара привет 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 не ходу и передам привет обязательно это секси даже на доме 2 спасибо паша лизунов спасибо спасибо на вопрос ответь я отвечу на вопрос так ты на дом 2 пойдешь нет дом 2 все тема закрыта моей жизни это был этап очень хороший классный чудесный спасибо ему но вряд ли вряд ли я хочу двигаться в другом направлении я хочу быть знаете где я сейчас покажу ой ой не поделиться фото созреть я хочу быть вот здесь это теперь моя цель это стендап на тнт надеюсь у меня все получится ульяночка просто никогда не смеет думать о себе плохо ты замечательно спасибо яс я стараюсь честно ульяна я сама с балахи хочу увидеться возможно края встретить барышев барышев привет барышев никита столько мы с тобой общались конечно сок всего было ты а мы так и не встретились вот так вот это же было конце тоже пошла этим консультантом у нас в омске платят 15000 2 2 сколько ты зарабатывал ну ребят я работал сутки трое сутки двое и я зарабатывал ну один месяц я 40 получила но самый первый второй я получила 80 потому что ама баса с бич 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 вот но я в центре москвы работы во второй месяц голос приятный спор сяга общаясь ощущение будто она про тебя забыла но в любом случае ребята как бы так или иначе мы с яна шофеева постоянно в кино голяник да так начинается гоняли когда она была на проекте сейчас ну как бы у нее своя жизнь у меня своя мы периодически можем встретиться попереписываться но мы не сможем так родить время плотно как это мы проводили на проекте так-так-так-так-так погладь кота он супер котик мой нежный сладкий котик но мой мальчик глашу тебя глашу ульяна тебе арта понравились да мне понравились арта спасибо большое реанимировать слово называется нет это называется ну можно реанимировать но я имел ввиду типа перерождение ты ринка ринкара да мне ненавижу это слово ринкан рад ри все я перестаю это делать кто-то на заднем плане это мой кот это мой котик балаха фарева балаха так так но ты все равно изменилась лучшую сторону какая-то пришла на думай сейчас изменения на лицо это все волосы отросшие волосы чё за на родители смотрят соседней комнаты как я прямой эфир виду вот это они конечно мам я поглажу кота мама ты дали что не денег за на дорогу очень милая красивая и прикольная спасибо извините просто мама помогала деньги почему не взяли на новый проект ну потому что у меня возможно был период какой-то стагнации на проекте никуда не двигалась я перестала быть ну такой интересной задорной ульянкой ну меня само это расстраивало на самом деле мне кажется то что еще немного и я бы ну сама бы ушла с проекта потому что ну уже чувствовала себя не так есть сегодня ребят когда пошла в этот цикшок это провела полчаса только и уже такая счастливая ходила этом танцевала со всеми бегала кричала смеялась не знаю заряжает мне энергетика когда рядом классные люди ну типа веселые такие оптимистичные вот когда нет вот рядом каких-нибудь какашек с которыми я не хочу общаться то мне не напрягают вот эти вот какие-то орущие ужасные люди обсуждение какого-то полного говна который ну типа смысле вы это обсуждаете неужели больше не за тем для диалогов вот поэтому я возвращаюсь вам по веселости вот как зовут кота дымок родители знают и одобряя твой отрасль ну это было забавно короче когда первый раз сказала я не знал как сказать мне что я пошла в секс-шоп работать мы ехали с ней в машине я говорю типа мама говорю как ты относишься я началась издалека как ты относишься к людям которые типа работают секс-шопе вам такая ну как типа нейтрально обычные люди которые ну там по обычные продавцы продавцы типа ну какая разница и говорю мам я ну работаю секс-шоп и она такая как так моя дочь не может работать в секс-шопе в итоге мы столкнулись с ней с двоенными стандартами после чего короче нам такая тепло работаешь работаешь папа поржал он когда узнал он такой типа я растил тебя чтобы ты торговала писью нами и нервный смех такой у него пошел ну короче было смешно достаточно вот ну как бы типа говорят но если тебе нравится я просто им преподнесла так как я придумала извините как я это преподношу вам то что я пытаюсь ну я не просто торгую какими-то там резинами штучками да я пытаюсь сделать секс-просвещение людям чтобы они понимали там что презервативы нужны качественные что в себя вставлять себя кубяку не надо это все таки наше здоровье что все вообще в секс-шопе есть очень много полезного для допустим медицинских по медицинским целям то есть это массажиры для простаты для мужчин потому что но после 45 как бы мужчинам уже надо задумываться о своей простате чтобы было все хорошо или допустим вагинальные тренажеры для женщин чтобы было легче рожать ну типа дой до родов с ними заниматься либо после родов чтобы привести тонус мышц малого таза в порядок норму они тоже нужны они продают сток в секс-шопах но типа очень много всяких товаров не извращенских а реально действительно нужных которые есть в продаже в секс-шопах и поэтому мне кажется у меня вот такая цель секс просвет о привет виктория фомина официал где меха дуйка моя меха дуйка моя вообще-то на секундочку и она в питере омску передай пожалуйста привет омску всем привет так привет привет такая классная настроение поднимаешь просто спасибо стендап стендап будет моим его захвачу мне тоже стендап включен а еще прикольно мне очень нравится тут женский стендап ульяна вот подружек я тебе скажу ты молодец при этом видеть как ты меняешь спасибо тебе взяли взяли в секс-шоп да да буду там теперь работать секс-шоп идешь работать ульянуть да 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 пойду пойду стендап плюс ульяна равно огонь у у да да мог дамочек мой пирожочек почему именно стендап я не знаю мне кажется юморески у меня пойдут плюс я хотела бы шутить стоять я просто хочу сцену ну моя все я как будто пьяная с вами разговариваю приплыли мне просто кажется то что певицы я не стану своим голосом а я всегда хотела быть на сцене но при этом я в принципе могу юморить не могу также юморить про секс-шоп допустим потому что там я все время ржу угораю вот и почему бы не попробовать попытка не пытка пытка не попытка так поскольку ложишься спать вообще уже сейчас надо ложиться спать это очень устала ульяна я работаю в цирке ходила цирк я очень давно ходила цирк мне кажется мне крайний раз когда ходила цирк было лет пять так как кота зовут кота зовут дымочек так ульянку тебе есть сестра нет у меня нет сестер только двоюродные второюродные там четвероюродные пятиюродные вот у меня родной есть брат покажи маму хотим с ним поздороваться я возможно позже когда-нибудь покажу свою мамочку любимую просто столько какой-то негатива на меня льется какие-то ну комментарии оскорбление я не хочу чтобы они лились на мою семью поэтому я сырою скрывать своих родителей то что зачем им это ну типа я я была готова к этому плюс-минус типа мне все равно я уже привыкла к этому семью не хочу чтобы с этим столкнулась моя мама поэтому пока не покажу делая себя под копирку я не делаю себя под копирку только хочу похудеть вот а так мне очень нравится форма моих губ у меня еще пухлые губы сами по себе спасибо маме и папе за генетику вот у меня красивые волосы но брови разве что да . у меня нет потом а все нос у меня прекрасный свой у меня скулы такие ма захочаешься когда я похудею просто воскресенье и говорю на работу меня взяли вот так работа взяли никакая ты была не надо так же себя вести обожаю твоего дымка у меня например кошку зимфира зовут а зефира очень красиво имя как у тебя с кодони вы общайтесь не с ведущими с одним из ведущих мы не общаемся спасибо ульяна за раскрытые ответы спасибо пожалуйста между прочим многих эти письма и дурдома спасают какие письма сейчас я наверное очень далеко ушла пока рассказывала очень много вопросов задавали вот на сейчас так короче вкратце вам поотвечаю чтобы в конец уйти будешь делать обзор товаров да буду скорее всего ждем скорейшего твоего выхода на работу что ты нам все рассказала и посоветовала обещаю все будет я когда была на секс-шопе работала мне очень много было постоянно историки это веселых типа случаев которые происходили вообще просто там моя жизнь на работе постоянно знаете ставил телефон танцевала в этой атмосфере забавно было вы с кодони общаетесь нет не общаемся почему балтер больше зрительность чем у тебя ты же интереснее личность ну потому что я не знаю почему спросите у тех людей которые смотрят это но просто можно возможно людям больше интересно как это ебанут ступая не знаю сумасшествие какая-то мерзость грязь морей чтобы смотреть и говорить вот а у меня нет такого я не такой а у меня друзья не такие больные или типа смотреть и понимать за счет этого свою сумму цены не знаю типа не знаю мне все равно мне главное что мне есть свои зрители мне главное то что у меня есть люди которые не смотрят поддерживают и любят и пишут мне допустим отличие от балтер я как-то заходил к и в прямой эфир у нее там было типа очень из 100 90 процентов негативных комментариев а у меня из 190 процентов положительных ну типа меня это радует вот ради чего я живу попробуем может получится женский женский стендап я очень хочу когда на работу я завтрашнего дня на стажировку выхожу вот там буквально три дня и скорее всего я уже буду работать а так и шок и когда у тебя смена требует скидок скидки будут скидки друзьям обещаю будут вернешься на проект нет нет скорее всего какое мороженое любишь я люблю я люблю фисташковое искимо и этот максимум максимум очень мороженое но огонь когда на работу буду чаще следить за тобой следите следить вот я долистала до конца во сколько лет ты сделала татуировку я пообещала матери когда я захотела сделать первую татуировку своей жизни это в 14 было мама такая типа я говорю ну говорю исполнится мне 18 я точно сделаю вот четыре года я мариновала каждый день подходил типа я сделаю себе татуировку я сделала себе татуировку вот и она говорите в 18 исполнится грубо говоря делай что хочет такая ловлю на слове и только когда мне исполнилось 18 лет я себе сделала первую татуировку сделать пирсинг носу потом ну типа только после 18 как обещала любимой мамочки но она все равно и нет ничего из этого не нравится и почему-то каждый раз она думает что каждом эта туровка она последняя хотя я этого не говорила вам надейся что за работа шопа зп работа консультант секс шопе продавец консультант секс шопе зарплата зависит от проданного количество проданного товара как в принципе у всех продавцов вот улыбка у тебя красиво улыбайся чаще спасибо одиноких женщин песеные от дурдома спасают да мы меня тоже спасают обзорчики обзорчики скоро скоро супер как быстро отрастить волосы если вы тоже знаете ответ на этот вопрос вы можете мне тоже об этом написать я не знаю я нет знаете я могла бы заморочиться каким-то масками поискать еще что-то мне на так лень они отрастут у меня сами по себе и пусть растут на голове мы я даже не трогаю их сейчас пусть растут зайки на только покрасить ой да нужен колорист по бартеру так по почте будешь высылать что буду высылать по почте так опять потерялась сейчас сейчас мама в подписках не скажу я тоже обещала одну тату а уже их 4 и 3 пирсинга и моя девочка какой краской пользуешься я красил салона крайне полгода поэтому даже не знаю они мне постоянно какой-то красят что-то говорят у вас оксид атом допустим 52 оксидант что-то там я такая ага красти красть нарастить волосы не хочешь на самом деле это подумал ребят ну типа блин если наращивать волосы наращивать качественно просто мурсиага один раз нарастила волосы и не было настолько это некачественно очень видны были капсулы вот и просто если за свои деньги наращивать это дорого достаточно я себе не могу и не хочу сейчас такое позволять типа у меня другие сейчас немного приоритета на друг на другие затраты вот если делать по бартеру то делать качественно потому что вот эти вот капсулы которые видно ну типа зачем они такие вот нужны вот я бы сейчас наверное хотела бы сделать афро косички какие-нибудь сенегальские косы вот такого нет нравится кто твой любимый привет это либо и валерий меладзов либо филипп киркорф я вам отвечаю их слушаю постоянно вот и говорю что магазинах эти все только для счастья да в магазинах для сэкшопов все только для счастья и укрепление семьи ты просто круть крутичный ульяна расти волосы не носи короткую стрижку ну вы можете ждать чтобы я не носила короткую стрижку лет я не знаю сколько ребят когда-нибудь не идет короткая стрижка по сравнению с черно вот вот знаете сколько людей столько и мнений кто-то говорит идет кто-то говорит не идет кто-то говорит мне нравится вот все что я вам хотела сказать опять эти идеальные стрелки а бесит вы не представляете сколько с утра я на них трачу времени на эти идеальные стрелочки поэтому весь день потом я хвастаюсь они реально идеально и очень симметричные у меня короче знаете просто доходит до абсурда если я чуть-чуть вижу что одна стрелка немного ниже или выше другой все я стираю эту стрелку говорю пока и пока не несу идеальную по моему мнению я не выйду из дома поэтому иногда я опаздываю на 20 минут на полчаса на час мои друзья это знают вот так поэтому иногда я просто даже не делаю стрелки у моей подруги некачественно сделаю волосы у нее накладные отвалились это было жестко вот вот поэтому нужно всегда выбирать только качество мы все любим экономить все любим халяву но это ни к чему хорошему не приходит марсиага не твой человек я так не думаю как относишься к ольге бузовой блин на самом деле не знаю типа ну как просто вот к личности я к ней я восхищаюсь на самом деле она трудоголик она прям идет своим целям на целеустремленные ну это можно позавидовать это и у нее есть чему научиться в этом плане она молодец она мне кажется вот как взяла вот этой области по блондиночке до сих пор его держит потому что она на самом деле очень умная женщина вот но в плане как вот типа по отношению ко мне ну типа у меня есть книга какая-то неприязнь но не знаю просто это было очень странно когда типа ульяна я так желаю тебе счастье ульяна и так мы все пережили я так переживаю за всех участников правда не подхожу лично без камеры гору оля может мне там сторизы прийти приходите к этой девчонке она же иришки это дело но и просто там не знаю типа может посреди уж мне что-нибудь и тогда потом и уходит как с каким-то надменным лицом и не понимала этого или например тип ульяна тебе так желаю счастья я так хочу чтобы ты перестала быть одинокой приводит мне этого максима она радуется за меня что мы с ним потом такая а я вот привела его бывшую вообще-то и оставляю ее на проекте ульяна потом они начинают с максима с этой юли встречаться и он мне кидает и бузова такая а я же тебе говорила ульяна а потом меня еще в номинацию ставят типа ну может тебе не стоит больше находиться на проекте думаю о да мне счастья желаешь о вот так вот вот так вот поэтому так те отношусь ульян саша черноправда такая полная ну ну смысле какая такая ну она полнее меня ну она такая достаточно весе ты знаешь что балтер общается с хейтерами ну пусть общаются я их с ними тоже общаюсь посылаю мне нравятся твои стрелки спасибо большое это очень доброе ульяночка счастье тебе и вам тоже всем счастье на самом деле все 75 человек которые меня смотрят я желаю вам счастья я желаю вам счастья кем мечтала быть детстве я в детстве мечтала быть певицей все привет 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 и еще и красные губы то это достаточно ну такой сильный вульгарный образ ну типа нет это можно в клубешник какой-нибудь пойти вот таким вот с таким мейкапом но если просто там где вы типа выйти на улицу это ну слишком для меня тумать и поэтому иногда просто хочется чтобы глаза были типа голые как сказать а губы ярко накрашены вот поэтому мне очень нравится меняться каждый раз мне не нравится одна и та же форма стрелок то есть я их разными рисую длиннее короче с какими-то точечками как сейчас я это там да сделала там чуть другие ну короче не не хочу короче не подытожила много воды налила и нормально привет как относишься к ситуации в россии что думаешь насчет митинга ребят насчет этих тем я в танке я вам отвечаю я может мне это стыдно я не знаю я вообще не интересуюсь политикой тем что происходит в мире особенно когда была на доме 2 и вообще новости не читал мне как-то не до этого было и поэтому на это наверное почитать про это и с вами поговорить насчет этого иначе я реально как в танке так привет 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 ну сравни шура 150 килограмм все же есть вроде такой наращивание каниколона да и вот это имел ввиду а что про кого сейчас говорили сейчас по поводу того то что меня мельника привели про это про господи эту юлю а кстати кто знает ребят из моих подписчиков они же расстались по мне мама что-то сказала юля с этим с максимом мельником тоже те еще блин эти вот мы будем встречаться ульян про встречались от делаешь еще диету я буду я буду нанимать диетолога и худеть с ним но мне отец сказал что он мне оплатит вот я говорю типа ну ваши деньги моя ответственность как бы будем делать так ульян приходи в пятерочку на зеленых у обслужу по вышке приду так все и дочитала до конца я тоже была в танке не интересовалась на сегодня много чего почитала и узнала это по поводу ситуации стране я думаю не надо это сделать тоже чтобы иногда при каких-нибудь дискуссиях не могли лить глупо клиенты лучше ты найдешь свою любовь я в это верю черно на 64 размер одежды вести точно 160 если не больше а черно не она пунктом 120 килограмм что весит или 110 она выкладывала в историях ну свой вес на взвешивается периодически и я ношу я нашу 50 48 вот размер одежды да не расстались юлия максима как удивительно я прям вообще мега удивление вам хочу сказать так ладно ребят глаза у меня такие говорят типа ульяна нам плохо поэтому что вам скажу спасибо за прямой эфир мои любимые хорошие нам надо обязательно будет повторить завтра поэтому до новых встреч вот все всех люблю целую всем пока спокойной ночи